Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить модели RAV2203 патрульная в масштабе 1.43. Данный автомобиль производился с 1983 по 1991 год на заводе Radon, а после 1991 и вплоть до 2012 года силами российских предприятий Агат, Инкотекс и Массар. RAV2203 патрульный был копией на реальный микроавтобус RAV2203 Латвия, который производился на Рижской автобусной фабрике с 1976 по 1997 год и являлся специальной модификацией для использования в качестве автомобиля для милиции. Какая именно эта модификация непонятно, так как RAV для милиции был в нескольких вариантах для разного назначения. Для фиксации ДТП RAV22033, а для патрульной ГИ с носилками RAV22036. Судя по тому, что данный RAV был только с надписями, мигалками и фарами, то это была какая-то упрощенная версия. Модель патрульного RAV2203 была металлической и открывающимися частями у нее были все двери. Внутри устанавливается стандартный белый салон, как у RAV2203 А18. Пластиковыми деталями были бампера, решетка радиатора, фонари, элементы салона и в поздние периоды еще и днище. Снаружи на кузове была имитация сигнальных фонарей и сирены. Модели патрульного RAV был присвоен каталожный номер А25, а на днище присутствует индивидуальная надпись RAV патрульный. Также часто встречаются модели с номером А18 на днище, но надпись RAV патрульный при этом отсутствует. Надпись на днище Made in USSA была на днище постоянно с самого начала производства у моделей с номером А25. Самые ранние модели начала 1923 года патрульного RAV были с белым днищем, а передний бампер хромировался. Однако стандартные RAV уже в то время комплектовались обычными бамперами без хрома, что было несколько странно, так как собирались они в одном месте и поставки комплектующих нужны были быть одинаковыми. В более ранних моделях шов на внешней стороне покрышек находился ближе к их краю. На днище были специальные выступы для поддержки осей колес, а сами оси были тонкие, что создавало имитацию рессор. На ранних моделях полосы и надписи были нанесены с помощью декали и часто они более яркого синего цвета. На всех моделях более раннего периода устанавливались мигалки с плоским верхом. Задний фонарь устанавливается у модели справа до конца 90-х годов. На границе 1983-1984 года белое днище меняют на серебристое, а днище с номером А18 еще встречаются на этих моделях. Возможно их устанавливали по ошибке или за нехватки основных днищ с надписью RAV патрульный. Передний бампер устанавливается уже черный. Полосы на кузове и надписи начиная с этого периода наносятся уже там по печатью. Цвет их мог быть от темно-синего до фиолетового, а оттенок основной краски кузова от конреечно-желтого до кофейного и оранжево-горчичного. Примерно в 1925 году у передней оси появляются два пластиковых упора от основания салона, которые поддерживают ось. В 1926-1987 году на хромированном днище пропадает каталожный номер А25. При этом также пропадает надпись на днище RAV патрульная и модели комплектуются стандартными днищами от RAV 2203 и реже от RAV 22031. Попадаются также на днище в месте, где должен быть каталожный номер, круглые печати с цифрами. Шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. В 1987-1988 году ось колес становится толще и из днища пропадают специальные выступы для поддержки осей и пластиковые упоры. Однако встречаются модели как с тонкими, так и с толстыми осями. С 1988 года и до самого конца производства днище становится пластиковым и черным. Также на днище пропадают вырезы на переднем и заднем мостах, через которые раньше можно было увидеть ось колес. Форма мигалки на крыше изменяется и она становится более выпуклая. Крепление бамперов также изменяется. В более поздних моделях, начиная с 1990-91 года, днище, салон, бампера, решетка радиатора, фары могут быть не черного цвета, а например коричневого или серого. Надпись на капоте «Латвия» наносится более крупным шрифтом. После 1991 и до 2012 года модель продолжают производить уже на российском предприятии «Агат» и его последователях. Модель становится с другим хромом, а диски колес хромированы цельные, но могут встречаться и не хромированные. В начале 2000-х годов задний фонарь переносится с правой части на левую. Модели этого периода часто подтвержены цинковой чуме. Салон чаще встречаются полностью черного цвета. Также в этот период производились автомобили, у которых диски и колес плавились со временем и приходили в негодность. Модели патрульного RAV позднего периода производились также в других цветах, например белом. Модель патрульного RAV в моей коллекции можно отнести к периоду, когда номер уже на днище пропал, но оно еще хромировано, то есть с 1986 по 1928 год. Если судить по толстым осям, то наверное ближе к 1988 году. Персональной коробки для патрульного микроавтобуса не производилось. Ранние патрульные RAV упаковывались в коробку со специальным пластиковым корытом внутри. Эти коробки сейчас редкие и ценятся у коллекционеров. Стандартный вариант коробки идет без этого корыта и стоит сравнительно недорого сейчас. Несмотря на это коробки в идеальном состоянии и со штампом с ранним годом выпуска также сегодня сложно найти. Цена на патрульный RAV в хорошем состоянии без коробки и с пластиковым днищем советского периода может стартовать от 30-40 долларов. Номерные модели с хромированным днищем стартуют по цене от 100 долларов, а самые ранние в полном комплекте с коробкой могут доходить по цене и до 500 долларов. Всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь обзор был полезен и что-то новое для себя вы открыли. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки и пишите в комментариях о своих наблюдениях или малоизвестных фактах об этой модели. Всем мирного неба над головой и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok